Уважаемые товарищи, тема сегодняшнего нашего совещания развития среднаводческой отрасли в нашей стране. Но, учитывая, что в ближайшее время состояние дел в целом, в животноводстве мы обсудим на выездном республиканском семинаре совещаний, эта тема, ну, как прицел на будущее совещание, как первый шаг к этому совещанию. Однако из специфики имеющихся проблем в свиноводстве мы сегодня отдельно рассмотрим ситуацию, это в важном направлении АПК, которое дает четверть от общего объема производства мяса. По результатам работы последних двух лет здесь отмечается отрицательная динамика, что вызывает у меня, надеюсь, и у всех у вас, большое беспокойство. Это привело к тому, что вопрос пришлось выносить на самый высокий уровень. Итак, теперь по порядку. Статистика. Производство выращивания свиней за два года снизилось почти на 12%. Полученные объемы к запланированным госпрограмме «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы даже не приблизились. Скорее наоборот. Сокращение производства наблюдается во всех областях, а на Гомельщине вообще в два раза. По голове свиней уменьшилось более чем на 11% или на 290 тысяч голов наибольшее снижение в Гомельской и Минской областях. Падеж свиней увеличился практически в каждом втором районе нашей страны. Количество приплода поросят сократилось на 8%. На фоне провальных прошлых лет в этом году в целом по республике подвижки в восстановлении поголовья и объема производства выращивания свиней можно обозначить как незначительные, то есть прирост есть, но это на уровне арифметической погрешности. Мне докладывают, что меры принимаются, однако падеж свиней по-прежнему растет во всех областях, кроме Гродненской и Минской областей. Уменьшилось количество поросят за счет снижения приплода на Витебшине и Минщине. Снижаются показатели эффективности, растет количество убыточных организаций, занимающихся свиноводством. Причины лежат на поверхности. Это грубое нарушение биологической защиты комплексов, недостаточная работа по борьбе с грызунами и птицей, приведению дезинфекции и обеспечению спецодежды. Отмечаются проблемы с учетом свиней, факты приписок и сокрытие падежа. В результате мои требования о восстановлении поголовья свиней и объема производства свинины до уровня 2012 года, поставленные еще в 2014 году, задачи перед вами, не выполнены до сих пор. Давайте разберемся, в чем причина, где нарушаются технологии, где не реализуются санитарные мероприятия, где влияет пресловутый человеческий фактор. Прошу иметь в виду, то, что мы героически организовываем уборку, помогаем сельскому хозяйству техникой, удобрениями и прочими финансовыми средствами, это дело аграрного бизнеса, как модно сейчас говорить. Это дело губернатору, председателю, райисполкома, руководителей хозяйств. А вот обеспечить порядок, биологическая защита, здесь с нашей стороны должен, государственной стороны, жесточайший контроль, как за плодородием почвы. Миллиорация, плодородие почвы, дороги и прочее, это государственные вопросы, за которые мы должны отвечать. Поэтому тема биологической защиты комплексов, порядка на комплексе – вопрос государственной важности. Для исправления ситуации требуется, прежде всего, соблюдение элементарных мер технологической и трудовой дисциплины, активизация селекционно-племенной работы, совершенствование рецептур комбикормов. Следует и ученым пошевелиться и оказать необходимую помощь. На территории страны работает ВНБК, которая может сделать под ваши потребности все, что вам угодно. Договаривайтесь и берите самое лучшее комбикорма. Конечно, как мы уже обсуждали, необходима также модернизация свиноводческих комплексов, почти 70% которых построено более 20 лет назад. Должна быть конкретная программа приведения в порядок этих комплексов. В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины в своей стране, для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок. Комплексы изношены, устарели морально и физически. Кстати, в свое время в некоторых хозяйствах я поручал построить средних размеров 24-25 тысяч голов комплексов. Мы их успешно построили, и они себя прекрасно показали. Что мешает дальше работать? Давайте подумаем о централизованной программе и реконструкции наших свиноводческих комплексов и строительстве новых. Ну, по аналогии с молочно-товарными комплексами. Однако при таком халатном, безответственном отношении и несоблюдении элементарных норм, о которых я говорил выше, никакая модернизация нам не поможет. Поэтому сегодня необходимо принять решение, обеспечивающее устойчивое развитие свиноотрасли. И решения, как мне видится, здесь нужны нестандартные. Нестандартные, но профессиональные. Я надеюсь, что после сегодняшнего разговора, а мы тему актуализируем, президент не должен заниматься выращиванием свинины. Вы в правительстве и губернаторы определите, что и как будем делать. Ну, может, новый министр сельского хозяйства нам что-то предложит. Сергей Иванович, пожалуйста, предлагайте. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники сегодняшнего совещания, правительством совместно с облсполкомами и другими заинтересованы на системной основе принимаются меры по развитию свиноводческой отрасли. За 7 месяцев 2023 года произведено 104,7% к уровню 2022 года. Рост производства обеспечен всеми областями, за исключением Минской. Причиной является закрытие двух комплексов. За 2020 год. Нет, так ты же говори, не заводи, Сергей Иванович, заблуждение, не учись с молодости. Молодой министр в заблуждение нас уводишь. Ты, если взял анализировать статистику, ты ее в целом анализируй. В этом году ты пока имеешь 104,7%. 104,7%. Прекрасно, вроде бы такой рост, почти 5% свинины. Но надо сказать, что к падению двух прошлых лет мы находимся в яме. И мы не достигли еще уровня хотя бы там 20-го года, хотя бы. В этом 20-го года не достигли. То есть вот упали в яму и сейчас чуть-чуть приподнялись. Вот успехи. А так послушать тебя можно сказать, ну что? Поэтому радоваться пока нечему. Маленький-маленький подъем. Положительный сбит начинается. Но если дальше будем работать, так как я говорил, по защите животных, кормлению, содержанию, то этот подъем может опять рухнуть в яму. Продолжение следует...